Вот видите, даже так давно собирали, что забыли даже зайти и помолить. Порядок уже потерялся. Ну ничего, это все дело времени. Да, ну сегодня Пятидесятница с праздником. Как ее известно еще, это День Троицы, это православный. И еще этот день известен как начало первого апостольской царства. То есть это как бы, ну считается так, от этого дня официально начала существовать церковь. То есть тоже с праздником церкви, дня рождения всех нас. Ну, как бы историю, да, ну мы знаем, напомним друг другу и себе историю, что такое вообще Пятидесятница. И с чего это началось. Да, мы знаем, что Иисус Христос, Он был расстрат, погребен на третий день воскрес. И через какое-то время Он явился мучеником. Написано, что Он был вместе с ними еще 40 дней. Он написан, от нее Дьяния, Дима Троицы, книга Дьяния, первого и холлот, четвертый и пятый. Так, пробежим все. То есть я хотел бы тоже кое-какую тему затронуть сегодня помимо этого праздника, но они пересекаются друг с другом. И, вот, один, четыре, пять. И написано, и собрав их, Он поделел им, не отключайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней, после всего, будете крещены Духом Святым. То есть с чего началось вообще все? Ну, мы знаем, да, что Дух Святой, он вообще, ну, как бы, заявился не просто вот в Пятидесятнице. Мы читаем книгу Бытие, там, во втором стихе уже пишется, что Дух Божий, но дезносился над водой. Да, то есть это как православие, они уже взяли День Пятидесятницы, как вот явное явление Духа Святого по третьей личности. Но на самом деле это не так. То есть Дух Святой, он на протяжении всего времени существования Земли, он был. Как написано, да, даже вот в книге чисел написано, что Дух Божий почил там на том или на том. То есть без Духа Божия вообще никто не мог ничего творить. Почему? Потому что мы суть, ну, как бы, сами по себе являемся частью этого Духа. Помните, когда Бог создавал человека, Он вдыхнул дыхание? То есть что такое Дух? Это вот дыхание, это ветер, это веяние, да, как в переводе. И вот мы, каждый из нас, Он имеет в себе частицу Духа Святого, это наша совесть. Вот даже, даже не когда вот человек, будучи в миру, у него есть совесть, которая его обличает. Это тоже, знаете, какой-то ориентир человека, потому что если бы не было совести, он был бы вообще полный бесконтур. То есть хоть как-то, хоть где-то это обличение есть. Но когда мы приходим к Господу, Он воскрешает, Он оживотворяет наш Дух. То есть Он как бы, ну, существует, но в таком, знаете, состоянии сна, что ли. И когда вот происходит рождение свыше, наш Дух, он более чувствительный становится. То есть мы помимо нашей совести имеем еще возможность слышать наш Дух, который тесно соприкасован с Духом Святым. И по теме, как бы, Пятидесятницы, Дух Святой, да, ну, прочитаем еще вторую, главу 1-й, 4-й стих, это, да, пол Пятидесятницы. И потом уже пойдем в основную историю. Так, здесь написано. То есть это вот то явление, когда ученики действительно, нам получили силу к Божьим. То есть Духом Божьим мы слышим Бога, но творим мы уже Духом Святым, когда Он уже производит в нас какое-то, то есть крещение, да, Духом и Огнем, как написано. Соответственно, смотрите, просто есть детали, вот в этих двух стихах есть определенные детали. В словах Иисуса Христа, когда Он говорил, Дим, верни, пожалуйста, на 4-й стих, 1-й, 4. Что Иисус сказал, не отмучайтесь из Русселина, ждите обещанного от Отца. То есть началось все с послушания. То есть дальше, если читать, я не буду просто затрагивать, написано, что они собрались все вместе в конницу и пребывали единодушно вместе. до происходящего вот этого дня Пятидесятницы. То есть наша жизнь начинается с послушания нашему Господу. То есть, если бы не было послушания учеников, то такого явления для дня Пятидесятницы мы могли бы не знать. что сегодня Господь говорит нам с вами? Ожидайте Духа. Ожидайте тогда, когда вы действительно не просто свои какие-то речи в Нью-Йорке, не просто от себя действуете, не просто, знаете, вот как бы по закону, по букве, но от Духа. То есть, что мы можем дать людям в этом мире? Знания. Ну, знания они, знаете, могут получить в институтах, в университетах. И там больше, наверное, даже расскажут. Научные работники, они посвятили жизни на то, чтобы науку там довести до совершенства и что-то узнать. Есть там биологи, которые исследуют многие там переменные в природе и так далее. То есть, знаниями мы их не удивим. Что мы еще можем? Ну, как бы, мы не богатые люди, мы не мудрые люди, но внутри нас есть что-то, то, чего нет вообще в мире. Это любовь. Это тот свет, который наполняет нас. А свет, это и есть Господь, это Его Дух. То есть, написано, вначале было Слово. И Слово было от Бога, и Слово было Бог. Слово, это тоже исходящее из Господа, из Его уст. Это тот же Дух. То есть, даже была такая ситуация, когда Иисус сидел с учениками, Он дунул и сказал, «Укримите Духа Святого». Помните, такая есть? Там в Луки 14, где это главе написано. То есть, Он дунул и таким образом сказал, «Вот Дух Святой». То есть, это то, что нельзя потрогать. Это то, что нельзя осознать своим умом. Это не физические вещи. То есть, Духа Святого увидеть невозможно. У Него нет такого физического тела. Иисуса Христа можно было потрогать, пощупать. Но Дух, он, да, воплотился в голубя. Там написано тоже, когда крестился Иисус Христос, написано, что Дух Святой сошел в Него в виде голубя. Но это было не физическое тело. Это прообраз того, чтобы люди действительно видели это знамение. Но Дух Святой – это те слова, которые мы говорим. Если это от Бога. Это то действие, которое происходит внутри нас. Те невидимые изменения. То есть, Дух Святой – это не просто личность, вот он имеет какую-то, знаете, субстанцию. Нет. Он везде. Это как ветер. Это как слово, которое, можно сказать, в одном конце земли, и его услышит в другом. То есть, слово, оно не имеет физического, да. Мы можем его написать, но оно не имеет веса. Без определенных, как бы, подтверждений. То есть, тогда, когда это слово исполняется, оно имеет подтверждение. То есть, Дух Святой, он имеет, знаете, такая уникальная способность быть одновременно везде. То есть, если Иисус Христос, он был только там в Галилее, в Иудее, в Самаре, то есть, вот в этих вот местах, то Дух Святой, он распространился куда дальше? По всей земле. Поэтому Иисус говорил, что пойдете и до края земли. А как? А вот этот Дух, он будет передаваться. Он будет зажигать других людей. То есть, не слово знания меняет людей. Иисус Христос, он сделал свою часть. Он приготовил путь, так как это сделал ему Иоанн Креститель. Он приготовил путь для того, чтобы Дух Святой имел возможность почить на нас. Потому что в греховной природе Дух Святой не может как бы даже, ну как бы, поромняться. Он не будет даже иметь никаких контактов до того момента, пока наша внутренность не очистится посредством крови Иисуса Христа. То есть, когда пришел Дух Святой? Когда ученики, они уже познали Сущего. Они познали Иисуса Христа. В Его жизни, в Его смерти и в Его воскресении. То есть, это три пункта, которые очень важны. И все началось с этого. То есть, со спасения человечества. А уже для того, чтобы мы могли дальше идти по этой земле, Он оставил нам утешителя, как написано. А теперь мне хотел бы поговорить о характеристиках Духа Святого. Вот как мы можем его узнавать внутри себя. И для чего вообще, как бы, ну, нам обращаться к Духу Святому? В каких моментах? Вот Дух Святой – это наш Учитель. Написано в Луки 12 главе 12 стихе. Луки 12, 12. Ибо Дух Святый научит вас в тот час, что должен говорить. Но это говорилось потом, когда будут гнать учеников, когда их представят на судилище, когда надо будет давать отчетность перед людьми. И там люди были почетные, люди мудрые. То есть, они были подкованы в слой. Они знали на память весь, ну, всю Тору, то есть закон. Соответственно, знаете, ученикам, которые были рыбаками, ну, понятно, по своему уму тягаться с первосвященниками, ну, это было бы несправедливо по отношению к ученикам. Поэтому Иисус говорит, не переживайте. Вам будет дана мудрость. Та мудрость, которая, ну, свыше, которая не может даже сопоставиться с человеческой. И вот не готовьте там какие-то речи. Когда настанет этот момент давать отчет перед людьми, то Дух Святой Он нам напомнит. Потому что Он наш учитель. Он покажет, Он скажет, в какой момент нам молчать. Да, Иисус Христос, Он мудро отвечал. Где-то Он молчал, где-то Он говорил, ты говоришь. То есть, настолько была, вот, если почитать это все, настолько видна мудрость, что в какой-то момент Он не хотел провоцировать, в какой-то момент Он давал ход мысли человеческой, для того, чтобы, не оправдывая себя. То есть, для того, чтобы совершилась эта жертва на кресте, Он не оправдывался. Он не говорил, ты говоришь, пусть будет так. Он знал себя, Он знал, кто Он есть. И вот сегодня важно узнать, кто мы есть. Потому что, ну, в этой жизни мы слышим много информации про себя, про то, какие мы, кто вообще, нас сотворил, да, там, знаем теории, там, Дарвинов и так далее, великого взрыва эти теории. Но это все ложь. И сегодня мир, он пытается всячески, знаете, обернуть Слово Божье на что-то свое, на какое-то человеческое. То есть, большие праздники, как Пасха, переплетаются уже с языческими крашенками, там, и так далее. То есть, вот Троица, когда, как в День Пятидесятницы, его практически не знают в этом мире. Знают Троицу. А что такое Троица? Да не знают. Ну, что есть там Дух Святый? Что знают про Третью Личность? Татаник знает, да. А Татаник вообще, если вот, как бы, я так заглянул немножко, что такое Татаник. Ну, это у нас Татаник, а вообще это просто были любые ветви. То есть, это переплетение с языческим праздником, типа, как-то не Дня Благодарения, а вот всего там какого-то природы или что-то такое. И таким образом они символизировали, что вот это процветание будет. То есть, развешивая вот эти вот. И вторая теория, это то, что это, типа, как обереги от русалок и там от всякого такого, то есть, это переплетение опять же христианства с языческим. И такого очень много. Когда, да, мы знаем Рождество, Рождество затмели на фоне Нового года. То есть, Новый год, он у нас погулять. А Рождество, ну, уже так, что осталось? Допустим, если брать туда Штаты и те, ну, как бы тот регион, то у них, наоборот, Рождество, а потом Новый год. То есть, все-таки, приоритет какой-то должен быть. И вот человек, ну, люди, да, они всегда пытаются все воплотить так, как им удобно. Мне удобно ходить по воскресеньям, там, ставить свечечку, там, да, все, моя часть, я аж служу, мне в душе вот верю, в душе сильно верю. А, ну, как бы, этого и достаточно. На самом деле, это ложь. То есть, в душе это верить очень хорошо. Но, как говорил апостол Петр, говорит Ильяков, я не помню уже точно, что, да, покажи мне веру твою, без дел твоих. Я тебе покажу веру мою без делами. То есть, это, ну, невозможно человеку, встретившись с Богом, никак не поменяться. Это как один проповедник говорил, что рождение свыше, это то же самое, что встреча с грузовиком на скоростной трассе. Возможно ли после встречи с грузовиком остаться в таком же состоянии без изменений? То есть, нереально. Точно так же и рождение свыше. Когда человек рождается свыше, его жизнь меняется однозначно. То есть, невозможно так, что человек пришел, покаялся, и вот как жил, так все ровненько и пошло. Нет. Его жизнь, она переворачивается. Кардинально. Да, в душе, в духе мы радуемся, но наше тело, наше плодь, она страдает. То есть, мы поддаемся каким-то изменениям Божьим, какое-то обрезание. То есть, это как хирург обрезает ненужные ткани, которые мешают. Точно так же у Бога. Как написано, плод же немощна, а души вытворит. То есть, наша плоть, она будет в этом чувствовать постоянный дискомфорт. Постоянно что-то будет не так. Где-то будет тянуть, болеть, может даже не, может быть физическим даже не, но в основном это происходит на объеме чувств и эмоций, и разума. То есть, это борьба нашего разума с нашим существованием, ну то есть, духом, тот, который уже родился внутри нас. Наши мозги говорят, это невозможно, а дух говорит, с Богом все возможно, и постоянно мы будем с этим встречаться на протяжении всей жизни. Но, есть дух святой, Иоанна 14, 26, это слово говорит нам о том, что дух святой есть наш утешитель. Утешить их же, дух святый, который пошлет Отец во имя мое научит вас всему и напомнит вам все, что я говорю вам. Кто нам напоминает? То есть, мы можем заучивать на память слова из Писания, мы можем наизусть выучить Библию, но в нужный момент, когда у нас происходит борьба между плотью, между духовными силами тьмы, напомнит нам слово Божье, дух святой, нужное слово. То есть, помните, когда Иисус Христос был искушаем в пустыне, чем он боролся с сатаной? Слово Божье. И это слово было подкоплено духом. Оно не было пустым, оно не было, знаете, буквой. Это было живым словом, в которое он не просто верил. Это слово было внутри него. Он говорил, как власть имеющая. Он принял это слово внутрь себя, и он имел полную власть говорить об этом и с сатаной. Хотя сатана тоже пытался цитировать места из Писания, но они были как раз таки легкими. Как раз таки они были искажены. То есть, слово, знаете, оно имеет тоже несколько ракурсов. Имеет плоскость и имеет поперечность. То есть, плоскость это когда, знаете, человек пытается от себя что-то сказать, как-то научить, использовать это слово Божье. Поперечность это когда Дух Святой подкрепляет это слово. Когда оно действительно имеет силу. Когда что-то внутри меняется. Когда это слово как бы просвещает. Когда оно оживляет нас изнутри. То есть, слово можно убить человека и можно воскресить. Можно дать надежду. А можно, знаете, дать возможность ее потерять. То есть, слово это очень сильный инструмент. И Дух Святой как раз таки научает нас быть в слове. В том слове, которое будет двигать нас к Нему. И еще способствовать людям вокруг нас. Видеть эту жизнь и двигаться за нами. Или вместе с нами. Следующая характеристика это Дух Истины. Записано в Иоанна, 16 главе, 23 стих. Не, не 23, а 20. 13. «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И будущее возвестит вам». То есть, Дух Истины, Он открывает, приоткрывает нам тот путь, к которому мы двигаемся. Те истины, то те возможности, то те характеристики, которые в нас заложены. Мы на себя смотрим, знаете, с человеческой точки зрения. Умея писать, читать, ходить. Но мы не знаем скрытых характеристик. Те, которые заложены нам в Бога. Те дары, таланты, которые мы открываем по ходу, по жизни. И, знаете, люди в этом мире, они мечутся, постоянно пытаясь найти то-то, то ли другое. И, знаете, перепробуют все, что только возможно. И все равно не находят в этом ничего. И Клиасиас тоже, помните, он тоже все перепробовал. Говорит, все это, все это, это мнение Духа. Нет ничего вечного на этой земле. Но вот как раз таки слово, как раз таки истина, она и свечная. И она не заканчивается на пределах этой земли. Она гораздо больше. То есть, земля это часть истины. Это та часть слова, которое было сказано Богом. Но, если себе представить, если это только часть, то каково же вообще Царствие Божие? Насколько оно великое? То есть, это одно слово. Да будет земля, и стала земля. Это одно слово. А если находиться в этом, в постоянном слышании слова Божьего, если находиться в постоянном соприкосновении с характеристиками Божьего, насколько это величественно и могущественно? Это, ну, нашим умом это непонятно. Поэтому Бог нам дает веру, чтобы мы не просто, знаете, видели свои руки и там ноги, умею ходить, но верили в то, что Бог внутри меня что-то сотворит такое, что никогда даже я по себе не представил. Следующее, это Он свидетель для нас. Время нам в 8.16 написано. Это как раз таки одна из самых, наверное, основных характеристик Духа Святого для начала нашего служения Богу. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть, до того момента, пока мы не имеем свидетельства, пока мы не уверены в том, что мы дети Божьи, будут постоянные, знаете, постоянно нас будет фраг обманывать, пытаться как-то нас затянуть в какие-то ловушки. Но как только мы осознаем, что мы уже не свои, что мы куплены драгоценной крови Иисуса Христа, и что не по своим заслугам мы это все имеем. И дела могут наши быть совершенно несоответственны. Но сердце наше, если оно ищет Бога, если оно стремится к Нему, если мы страдаем внутри себя, пребывая в этой плоти, постоянно как бы соперничествуем, знаете, внутри себя, то Дух Божий будет приходить, Он будет нам открывать и говорить, нет, это не про Тебя. Если ты смелен своим сердцем, то враг, он не имеет права осуждать. Написано, что ныне нет никакого осуждения нам, верующим в Иисуса Христа. То есть мы свободны от осуждения. Суждение это для народа, для людей, которые не познали Бога. Они переживают это осуждение. Но те, кто уже примирились с Богом, только Бог имеет над ними полную власть. То есть мы будем предстоять перед Богом. Мы не даем отчетность в этом мире сатане и силам тьмы. Потому что это не наше. Наша часть – это быть в послушании Господу, быть в сокрушении, искать Его волю. Он проведет и направит. И как бывает тяжело иногда, бывает, знаете, всякие мысли посещают. Но вот это слово, 8.16, Дух Божий свидетельствует нам, Духу нашему, что мы есть чадо возлюбленных, что мы уже не в рабстве, что мы сегодня не имеем осуждения. Да, мы еще не совершенны, да, мы еще много ошибаемся. Но не допускайте мысли, что это как-то повлияет на отношение Бога в вашу жизнь. Дух Святой наш, хадатай, записанном в Римлянам тут же, 8 глава, 26 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух хадатарствует за нас, воздыханиями неизлечениями. Мы в своих немощах не знаем, как молиться, что, то есть, как двигаться. Мы, вот как Павел говорит, через это тусклое стекло что-то видим, какую-то тропинку, а куда она ведет, каких она размеров, там ли наша часть или нет, мы знаем только вот сегодня. То есть, нам Дух Святой может сказать путь на сегодняшний день. Почему важно молиться каждый день? Потому что благодать приходит один на один день. То есть, каждый день обновляется написано «Благодать и милости». Каждое утро. Соответственно, если мы утром не пришли к Господу, вот наше это тусклое стекло, оно стало еще пустнее. И мы уже еще меньше людям куда идти. И потом получается, что мы вроде бы как бы и делаем все то же самое, но мира внутри не чувствуем. Потому что наш мир, он не от этого мира, не от тех слов, которые мы слышим, даже не от того слова, которое мы читаем, а от Духа Божьего, которое оживает внутри нас через Слово. То есть, без Духа Божьего мы не можем нормально, полноценно получать пищу. Духовный. Потому что только Он приоткрывает, только Он, знаете, разбавляет, такой, ну как бы, Он растворяет это слово, чтобы мы его действительно применили как пищу. А не просто, знаете, осело оно на мозгу, и в мозгах это начинает давить немножко. Я знаю таких людей, которые много читали Библию, и у них, как бы, от этого, наоборот, становилось состояние еще хуже. Потому что пытались усилить умом. Умом не возьмешь. И вот что сегодня мы можем делать для того, чтобы Дух Святой был внутри нас каждый день, чтобы Он нам открывал Себя. то есть Иисус Христос, Он был послушан Духу Божию. Он говорит, ничего не творю сам, но творю от Отца. А связь между Сыном и Отцом была через Духа Святого. Это то слово, откровение, которое Он получал каждый день. Это не физически, знаете, что Отец приходил к Нему физически, и они как-то на горе общались. Нет. То есть они имели духовную связь, единство. И сегодня тоже в нашей жизни важно иметь единство в Боге. Чтобы наш Дух, Он был всегда подкреплен Духом Святым. То есть это смирение, это постоянно поезд Бога. Да, это тяжело, в этом физическом мире это тяжело, суета, она так сейчас сильно окутывает нас. Но мы все-таки для себя должны поставить приоритет. Правильно. То есть мы не свои. Если мы куплены драгоценной кровью Иисуса Христа, то, соответственно, и время для Него мы можем найти. Так же, как звучало сегодня уже слово пастыря Горюша, праведник, он успеет все. Праведник успеет все, тогда, когда он будет действительно отдавать это время Богу, а не просто заниматься своей суетой и говорить, ну, Дух, написано, что Иисус Христа и я не успеваю. То есть не про это. То есть когда у нас недостаточно времени заняться земными вопросами, тем больше надо искать время отдавать Богу. То есть есть липи свидетельство, когда человек говорил, что я когда начал молиться по два, по часу, по два в день, я, говорит, начал работать, делать в три раза больше, чем обычно я. Вот так вот, так как-то получалось. То ли время больше стало, то ли у меня способностей больше стало. Но он реально начал успевать и молиться, и работать. А бывает такое, что человек просто работает и не успевает. И день работает, и ночь может работать, и на выходные работает. И это такой замкнутый круг у меня было когда-то в жизни, когда я без выходных пытался что-то успеть. Реально еще больше не успевал. Но когда я действительно отдал свое время Богу, я сказал, это не мое время. Ты мне дал это время. Ты родил меня на этой земле. Ты рассчитал мои дни. Ты даешь каждое утром мне проснуться. То неужто я не могу уделить это время тебе сегодня? Будет ли завтра? Мы не знаем. Поэтому сегодня нам научиться надо ценить действительно, вот как Василий уже сегодня говорил, это в моем сердце тоже звучало немножко раньше, ценить то, что он сегодня имеет. Вот в этом мире люди гоняются за заботами, за богатствами, за славой, пытаются что-то успеть, преуспевать и так далее. И постоянно оказывается, что, понимаете, они достигают и разочаровываются. И я уже приводил когда-то пример у одного человека, который всю жизнь работал, зарабатывал сначала на дом, потом, говорит, на учебу детям, там, за границей работал везде, то есть его много времени он уделял работе. Говорит, я же некогда, ну, поженились, я пообещал, что мы поедем на море, но все время я это откладывал. То, говорит, дом строили, то, говорит, детей учили, то потом, говорит, сосед новую мебель купил, а я что, хуже, то, говорит, на телевизор на всю стенку собирали, и, говорит, вот уже, вот уже все, вот только живи, вот уже пришло преклонные лета, вот только сейчас осталось жить. И, говорит, сгорает дом со всем имуществом, со всем, 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 что они так долго, долго копили. И у человека разочарование. Мы не знаем, как обстоят дела у каждого из нас, насколько мы долго будем на этой земле. Мы живем сегодня, мы живем сейчас. И Бог дает сегодня, на сегодняшний день. Да, как бы, мы планируем что-то, мы можем что-то смотреть, но всегда надо задаваться вопросом, Боже, если Твоя воля и буду жив, то сделай. Но я живу сегодня, я хочу сегодня наслаждаться жизнью, я хочу сегодня уделять время тому, что мне интересно, что мне хочется. Я хочу сегодня получать удовольствие от жизни, смотреть на это небо, на это солнце, радоваться, а не когда-то там в старости уже на ложе. Зачем оно нам тогда будет? мы не знаем, сколько нам еще. Поэтому вот, сегодня научиться ценить. Мы сегодня проснулись, Боже, спасибо. Мы сегодня имеем руки-ноги, слава Господу. Мы имеем здоровье. Да, может, что-то там в Баку колет, но тем не менее, это не так страшно, как у некоторых людей, которые сегодня действительно присмыки. сегодня Бог нас благословляет. Сегодня вот, если мы в малом научимся ценить, если мы в малом научимся благодарить Бога, то неужели Он не откроет эти небесные окна? Неужели Он не зальет на нас, на тех детей, которые действительно в смирении ходят? Не зальет. Просто иногда бывает, знаете, иногда бывает много требуем. Боже, я же к тебе хожу, я же делаю то-то-то, а ты сказал, так все, давай. Ну, как бы, Бог-то может дать, но будет ли это на благо? Дудному сыну Он дал. И протратил все, и остался без ничего. Хорошо, пусть осталось еще смирение в сердце, понять, что Он действительно находится в проблеме. Хорошо, что еще покаялся и получил благословение. Я не думаю, что, конечно, Он по возвращению получил еще одно наследство. Я не думаю. но любовь получил, наследство уже нет. Он уже наследство пробовал. Вот и нам сегодня тоже, мы еще здесь на земле, но Бог-то, Он как бы, Он сопутствующие вещи нам обеспечит. Но основная же цель наша не в физическом мире. То есть, написано, ревнуйте от дарак больших. То есть, наша основная часть это быть духовным на этой земле. Физического в этом мире много. Материальных ценностей, всего остального. Ну, не это мы возьмем. Мы не деньгами, мы не купим спасение для людей. Они только способствуют нашей жизни, чтобы мы, да, имели дома, имели, если при необходимости, транспорт, и какие-то условия для жизни и благочестия. Но это милость Божья. Большая часть. Потому что ищите прежде Царствие Божье. А что такое Царствие Божье? Это праведность, мир и радость в Духе Святом. Аминь. Давайте помолимся. Пусть Бог на Пула свет научит нас жить так, как Он учил учеников. Мы сегодня научились ценить тот мир, который, да, действительно, превыше всякого ума. Аллилуйя, Господь, слава Тебе, мы благодарим Тебя, Господь. Мы, Боже, преклоняемся при Тобое, потому что Ты, Господи, творишь то, что Ты хочешь. Ты двигаешься там, где Ты хочешь. Боже, и Ты захотел найти нас в этом мире. Ты действительно, Господи, Боже, пришел в каждое сердце. Господь, Ты специально обратился к нашему Духу для того, чтобы возродить нас, Господь. Это не случайность. Это, Боже, не какие-то, Боже, обстоятельства сложились таким образом, но это воля Твоя, Господи. Боже, мы верим в то, что Ты действительно избрал нас, Господи. Ты предопределил нас для того, чтобы, Боже, сегодня мы стояли на этом месте. Ты наделяешь нас той способностью, Господи, видеть Тебя, Боже, во всех своих днях жизни, Господь, во всех делах, которые окружают нас, Господь. Боже, те благословения, которые мы имеем, это только благодаря Тебе. Боже, то ли это работы, то ли это какие-то финансовые благополучия, то ли это какие-то дома или машины, Господи, все это Твое, все это Ты нам дал, Господи. Боже, мы бы не смогли ничего заработать, не имея здоровья. Мы бы не могли ничего заработать, не имея, Господи, умственных способностей, Боже. Господи, но Ты наделил нас этой силой для того, чтобы мы смогли справиться с этим, Господь, Гоже. Я прошу Тебя, просто благослови наши дела, наши труды, Господь. Боже, ну помоги, чтобы эти труды не затмили Тебя, Господь, в этом мире. Чтобы действительно мы были при Тобое, Господь, открытыми всегда, никогда не возгордили сердце своем, никогда не присвоили славу, Господи, Твою себе, что это я заработал, что это вот я такой хороший, и Бог меня благословил. Нет, Господи, сегодня Ты благословил, потому что Ты любишь, а не потому что мы хорошие. Ты сегодня, Боже, благословил, потому что Ты пострадал, потому что Ты, Господи, Боже, страдал за каждого и думал за каждого из нас там на кресте, Господь. Боже, помоги, Господи, смириться пред Тобой, потому что Ты наш Царь. Господи, приходить к Тебе с уважением, Боже. Чтобы в нашем чести была честь для Тебя, Господь, что мы находимся в теле Твоем, Боже. Боже, чтобы, Господи, мы действительно представляли Тебя этим людям, как любящего Бога, как того Бога, который, Господи, понимает всех, тот, который, Господи, не отвергает, Боже. Господи, потому что люди, смотря на нас, они видят Тебя, Господь. Боже, если мы живем недостойно, то и Тебя мы представляем недостойно, Господь. Боже, прости нас за то, что, Боже, мы в своей жизни так поступали, Господь. Мы хотим, Боже, жить действительно по Слову Твоему. Мы хотим, Господи, Боже, всегда соприкасаться, Боже, с Тобою в своей жизни и каждый день свой начинать, Боже, с молитвы, Боже, с сокрушения. Не просто благослови, я погнал, нет, Господи, но чтобы действительно ожидая ответа от Тебя, Господь, Боже. Мы не знаем, как жить каждый день. Нам вроде бы кажется, что мы знаем, что я проснулся, поехал на работу, сделал какие-то дела и вернулся. Господи, но в этом всем есть какие-то промежутки, когда Ты хочешь, чтобы мы служили Тебе, чтобы мы встречали тех людей и проповедовали, чтобы мы молились, Господи, посреди своего рабочего дня, за тех людей, которые нас окружают. Господи, мы здесь не для того, чтобы заработать много денег. Мы здесь не для того, чтобы построить хоромы, Господи, и какие-то супермашины накупить, Господи, но для того, чтобы исполнить волю Твою. А воля Твоя – это нести свет Твой. Воля Твоя – это проповедовать нищим, Господи, свободу. Это молиться, Господи, за угнетенных. Это, Боже, молиться за исцеление больных людей, Господь. Боже, чтобы принять силу ту, которую Ты наделяешь для нас, Господь, и изгонять бесов тех людей, которые страдают сегодня. Боже, тех наркоманов и, Господи, алкозависимых людей. Боже, я прошу Тебя, просто пробуди в нашем сердце это сострадание, эту милость для этих людей, чтобы мы не смотрели на их внешности, Господи. Чтобы мы научились видеть в них людей, которых Ты избрал, которых Ты полюбил, Господи. Боже, тех, которые действительно упали очень низко. Боже, которых называют бомжами. Помоги, Господи, возлюбите их, Господь. Потому что Ты именно ради таких пришел. Ты именно к прохоженным и шел. Ты шел к тем нищим и бедным, Господь. Боже, Ты поднимал их, Господи. Ты обнимал их, Ты не боялся. Ты никогда не сторонился таких людей, Господи. Наоборот, Ты говорил, что богатым это плохо быть. Потому что богатому сложно войти в царство небесное, Господи. Боже, если кто имеет богатство, то пусть, Господи, будет сердце такое, чтобы действительно, Боже, не возгордиться, и не уйти в мир, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Божия. Благослови каждого. Благослови, Боже, на исполнение воли Твоей, Боже. Пусть, Господи, Дух Твой святой, Он сегодня починит на каждом из нас, Боже. Чтобы наше сердце, оно научилось действительно чувствовать тот Дух, который ведет нас, Господь. Боже, хвала Тебе, наш Бог. Мы благодарим Тебя за это. И славим Твое святое имя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо Твое, Боже, Господь, за жертву Твою. Дякую, Господи. Приймаємо, Боже, від Тебе, Господи. Приймаємо, Господи, все, що Ти зробил для нас, Господь, на Христе. Боже, мы вірим, а мы в жертву вірим, Те, що Ти омиваєш і прощаєшся. Те, що Ти, Господь, покриваєш на Свою благодать і милостю, Боже, що Господь робує, вона очищає, Господи. Боже, Ти віддав своє тіло. Ради кожної з нас, ради цих людей, Боже. Ради, Господь, тих, хто приймає Тебе, Боже, ми вдячні Тобі. Вдячні за те, що ми могли зібратися, прославити Тебе. Вдячні за церкву Твою, Господь, за те, що Ти об'єднуєш нас, Господь. Ісус, що ми Твоє тіло, Господь, і Ти наша голова, Господь. Благодарим Тебе нащутний Бог і цар. Аминь. 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 Боже, ми хотим прийти цю життя ще більше. Ми хочемо, Бог Мой, щоб любовь Твоя, совершенна любовь, она изгоняла в нашем сердце всякий страх, всякое неверие. Ми хочемо, Боже, щоб ми жили, жили Тобой, радовались, Господи, общением друг с другом і общением с Тобою, с Богом нашим. Ми її веримо в Тебя, ми веримо в Слово Твое. І ми прийнимаємо цей клей, Господи, як жизнь від Тебя, від Бога нашого. Валений Ісус Христа. Аминь. Валений Ісус Христа. 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 Господи, и как Церковь, наверное, сейчас мы уйдем за наших родных. Мы молим Тебя, Боже, за наших близких, за наших верующих отцов, матерей, братьев, сестер, детей. И, Господи, мы верим в то, что Слово Твое, оно как дождь поздний, сходит на землю и совершает свою работу. Мы верим, Господи, что это Слово, оно сильно изменит их сердца. И какие бы они ни были каменные, Божие, мы знаем, Бог мой, что Слово Твое никогда не возвращается напрасно назад. Слово Твое, оно достигает цели. Поэтому мы благословляем прежде всего наших неверующих родственников во имя Иисуса Христа. Мы пленяем их дух, душу и тела в послушании Господу Иисусу Христу. Мы противостоим всякому духу неверия. Мы разрушаем всякие оковы колдовства. Мы противостоим всяким религиозным предрассудкам. И именим Иисуса Христа. Да придет Божья жизнь на им сердца. Во имя Иисуса Христа. Да смиряться перед Тобой. Да познаем Тебя живого истинного Господа. И пусть Божий ходит в Твоей свободе, в Твоей любви. Во имя Иисуса. Мы также молим Тебя, Боже, за наш поселок. Господи, мы благословляем эту землю. Мы благословляем людей, которые живут вокруг нас. Во имя Иисуса Христа. Мы верим в Господу, что Ты дал нам, Боже, право ходатайствовать за эту землю, за этот поселок. Мы пленяем, Господи, этих людей, их помышлением, послушанием Господу Иисусу Христу. Мы противостоим всяким демоническим атакам, которые враг воздвигает против этих людей, чтобы держать их в рабстве, в плену, во имя Иисуса Христа. Да познаю Тебя. Да примиряться с Тобой, Господи. Да наполнится Духом Твоим Святым. Господи, Боже, мы молим Тебя. Мы верим в пробуждение Твое, Господи. Мы верим, что Ты приготовляешь эту землю для спасения. Спасибо Тебе, Отец. И мы также ходатайствуем за всю нашу Украину. Мы ходатайствуем, Господи, за наше правительство. Мы ходатайствуем за Верховную Раду, за президента. Боже, за каждого жителя нашей страны. Бог мой, пусть наша Украина вся смирится и станет на колене перед Тобой, перед Богом нашим. Мы очень нуждаемся в этом, Бог мой. Да восстановятся границы нашего государства. Да прекратится кровопролитие Божие. Да обратится весь наш народ, вся наша нация к Тебе, к Богу живому. Да покаятся в своих грехах и обретут мир Божий. Во имя Иисуса Христа мы благословляем, благословляем наш народ, нашу Украину. Господи, именем нашего Бога Иисуса Христа. Аминь. Может кто имеет нужду, за что нужно помолиться, а вы чувствуете, что есть в этом необходимость, мы можем походотайствовать. Тогда молимся, Отче наш? Да. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущен, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в Твое искушение, но из Баннастого дугава, и во Твое есть царство, и сила, и слава, во веки веков. Аминь. Аминь. Слава Господу. Хорошо, братья и сестры, ну, будем молиться, будем надеяться, что Господь даст нам возможность, возможно, на следующее воскресенье, чтобы мы уже могли собраться в сеться. Господи, будем молиться за это. Хорошо? Нам очень важно, чтобы это пришло в духе, и чтобы мы имели такую уверенность. И Божье благословение на ваших домашних группах, кто где будет, пусть Господь поможет, благословит. Передавайте привет Церкви, нашим братьям, сестрам. И благословайте друг друга. В имени Иисуса. Аминь. 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 Продолжение следует...